28 июня на Украине отмечается государственный праздник – День Конституции. В этот день, в 1996 году, Верховная Рада приняла первую Конституцию независимого украинского государства. Депутаты работали над проектом, оставаясь в сессионном зале всю ночь с 27 на 28 июня. Парламентарии учли замечания президента Украины, а также поддержали все спорные статьи проекта о государственных символах, о государственном украинском языке, о праве частной собственности на Украине. В 2010 году Украина приняла новую Конституцию, в феврале этого года вернулась к первой. Сейчас ее планируют подкорректировать. Мы все хотим с вами, чтобы этот основной закон был самым лучшим, самым удачным, и чтобы он всех устраивал. У нас сегодня есть уникальный шанс этого достигнуть, есть уникальный шанс у нашей Верховной Рады, есть уникальный шанс у президента, у премьер-министра, у нас вместе с вами, потому что мы вместе все должны участвовать в процессе изменения этого документа, улучшения его. Возможно, для кого-то этот праздник не более, чем очередной выходной, однако для каждого сознательного гражданина День Конституции Украины – это больше, чем просто красный день календаря. Это событие, с которого, собственно, начинается существование государства как такового. Принятие Конституции в 1996-м стало важнейшим шагом в обеспечении прав человека, содействовало дальнейшему повышению международного авторитета Украины на мировой арене. Я хотел бы, чтобы в нашей стране при проведении политических реформ, при тех политических процессах, которые идут в нашей стране, социально-экономических реформ во главе всего стоял закон. И тогда в нашей стране все будет в порядке. В честь празднования Дня Конституции жители города и области были награждены за заслуги перед страной. Так Татьяна Андреевна получила благодарность от Кабинета министров за развитие ветеранского движения и трудовую доблесть. Я понимаю, что это будет стимул для дальнейшего работы нашей ветеранской организации города-героя Одессы по патриотическому воспитанию молодежи. Грамотами и часами отметила жители региона и областная администрация. За свою общественную деятельность активист Евромадана Виталий Устименко получил именные часы губернатора. Это формальность, понимаете, но, опять же, эту формальность заслужили все хлопцы, девчата, которые жертвовали часом, здоровьем и силами. И стояли на Майдане, и отстойовали, в основном, наше место и нашу державу. В продолжение праздника на сцене оперного театра выступили творческие коллективы. Звучала украинская песня, играла бандура и стучали красные сапожки. Дарья Сидоровская, Алексей Чаповский, Думска ТВ.